Спонсором сегодняшнего видео выступает сайт по продаже дешёвых робоксов rbx3.com по курсу за 1 рубль 3 робокса. Благодаря режиму Локпасс вы можете купить робоксы дешевле, чем где-либо. А для тех, кто будет брать больше 1000 робоксов, цена будет ещё вкуснее. По курсу 1000 робоксов 333 рубля. Всё, что тебе нужно будет сделать, это дать данные от своего аккаунта и в течение 6 часов тебе зачислится вся купленная тобой сумма робоксов. Также очень важно покупать именно на rbx3.com, ибо множество мошенников сделали поддельные сайты. Следите, чтобы вы покупали на оригинальном сайте и вас не смогли обмануть. Если хотите купить робоксы по самым выгодным ценам и не попасть на мошенников, переходите именно по моей ссылочке в закреплённом комментарии. И всем привет, я с тобой Колонтайка. Если что, мы играем в роблокс игрушку под названием симулятор пчеловода или в бис варм симулятор. Все вы в курсе, что вчера вышло некое обновление на тесте и вышли вот такие вот замечательные подарки. И те, кто не видел ролик и не видел стрим, для них, наверное, сегодня и посвящается это. Для тех, кто видел ролик, они вообще не в доумении, что это такое только сейчас перед ними было, а те, кто видел стрим, тот, в принципе, знает всё. Поэтому, если ты видел стрим, ну и, в принципе, там был на стриме, присутствовал, а не просто там где-нибудь на фоне включил, для тех, как раз, наверное, это ненужный ролик. Итак, рассказываю. У каждого, у каждого, у каждого Мишки будет определённый квест с определёнными подарками. То есть, вот Мишка, вон Мишка. Сейчас вот у мамы Мишки тоже там подарочек. Там у Брауни Мишки, даже у учёного Мишки она добавил, потом убрал. Но он такой хитрец. То добавил, то убрал, то ещё там что-то. В общем, нету сейчас у учёного, но у учёного мы знаем, что и как, и что и будет. Ладно, рассказываю. Ну, ещё у нас и в той вот пчёлке у нас есть тоже такой некий подарочек. Но этот подарочек я заюзать не могу, потому что я не доделал учёного Мишки. Хотел доделать вчера на стриме, на стриме не получилось. Ну, в общем, как обычно. Сегодня тоже повыполняем вот эти... А, ну, не выполним мы сегодня квестики, точно. Завтра уже будет конкретно у меня эта пушка готова. Конечно, уже все, наверное, заюзли. Все только кто может. Но, 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 но я ещё не готов к этому. Обязательно на завтрашний ролик будет посвящён как раз вот этой, только вот этой пушечке. Может быть, что-то ещё добавится. Может быть, ещё какая-нибудь инфа появится. В общем, как-то так. По поводу кабади, точно, ну, всё больше и больше будет то, что... Будет у нас кабади. Новенький, блин, джинджер вот такой вот, в виде пряничной кабади. Ну и так, ладно, рассказываю. Каждый вот этот вот подарочек, не просто он даёт определённые вещи, но он ещё и действует по-определённому. То есть, смотри, рассказываю. Начнём с самого простого. Нет, самый простой всё-таки, давайте всё-таки, ладно, ну нет, нет, сейчас по-другому сделаем. Сейчас начнём с самого реально простого, вот этого вот, так сказать, квестика. Квестик самый простой у мамы был. Ну нет, у всех очень-очень лёгкие квесты, но самый простой подарок это вот такой вот пряничный домик. С этого пряничного домика раз в 2 часа можно получить 1 пряник. Всё просто, раз в 2 часа подходим, получаем пряник. Пряники, при помощи пряника можно одарить любую пчелу, но с шансом 1%. Как писал сам Аннет, ему нужно было потратить 450 пряников, чтобы одарить одного музыки. Если что, музыка это легендарная пчела и очень, так сказать, ну вот так сказать, получилось у неё 450 пряников. Это совсем не 1%, но шанс есть шанс, вот, одарить всё-таки можно при помощи вот этого джиншера. Далее, смотрим вот эту штучку. Это у нас штучка, прикольная. Когда мы её юзаем, весь наш мёд из рюкзака конвертируется в токены. Весь, абсолютно весь, тот же самый, так, так же, то же самое, так же работает, как Ханни маска, только на весь мёд. А не на определённый процент, на определённое количество. Это, грубо говоря, это наш бесплатный вот такой вот диспенсерик. Бесплатный инстант конверсия вот этого вот диспенсерик. Короче, всё это бесплатно. Вот. И раз в 30 минут можно сделать. Круто, круто. Я считаю, что это круто, потому что иногда разгружаться в лом. А можно какие-то квесты зато поуполнять, можно ещё что-то поделать. Для нубиков это вообще топло. У синей пчелы, у неё можно заюзать, как сказать, снежную бурю, или можно так это назвать, я не знаю. В общем, как медовый дождь, а тут будет снежный дождь, на нас падает снежиночки, снежиночки падает. Сейчас даже, 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 но редко. Сейчас мы её найдём, эту снежинку, хоть одну. Хоть одну снежиночку мы найдём? Наверное, мы не найдём. А, вот она, видишь, снежинка, вот, 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 вот она летит, падает, 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 и поднимается в виде токена. Вот такую снежиночку выпадает, короче, при помощи вот этого вот снежной, снежной пушки. Всё тоже просто. У Брауни, вот смотри, какой интересный тоже квест. У него, видишь, стоят камин и тут чулочки. В одном из этом чулочки есть подарочек. А не подарочек, а точнее одежда, одежда, одежда для наших пчелочек. Ну, вот это вот, вот эти вот подарочки, да. И в двух других это просто рандомные вещи. То есть, может выпасть роял с желейкой и тикет. Может выпасть ред экстракт и роял с желейкой или что-то еще. Но сейчас посмотрим, что же конкретно выпадет. Итак, выпал блу экстракт, тикет и шарфик. Все просто. И так всегда, приблизительно вполне. Кстати, да, как у КД. КД у каждого разный. Один час. Каждый час вы можете получать подарок. Плюс ред экстракт, либо блу экстракт, либо там роял с желейкой. Мне просто выпадал роял с желейкой. Далее, еще самое интересное. Я просто решил вот прям конкретно. Вчера я записывал, не разобравшись. Увидел просто эту штуку. Такой, воу, воу, что это такое? Разбросанное такое по всей карте. Неизвестные мне вещи. Итак, смотри. Смотри, вот это самая прикольная штучка. Как она будет работать на основном сервере, непонятно. Но сейчас смотри. Это, это, короче, блюдо. Великое блюдо такое от полярного медведя. И чем больше вилочек у нас полярная сила. Поляр, полар, полар пауэр. Тем больше у нас угощений будет выдавать вот эта штучка. И сейчас мы их получим. Кстати, заметили, да? У каждого звук разный. Итак, смотри. У меня при Х8 этих, как у там, вилочек мне выдали бондов. Бисмос, Диннер, 4,3 бонд. Это получается меда, да? А, 12 биттерберрих. Биттерберрис, это много. 8, 18 пинэпплов. И 48 тритков. Это очень классно. Прикинь, как можно будет быстренько, быстренько прокачать пчелок. Офигительно просто. Я считаю, что это прям, вот это прям бомбическое. Вот. Я прям как-то прям на выдохе все рассказал. Надеюсь, что тебе стало все понятно. Потому что я пытался как бы рассказать тебе как можно быстрее. Все остальное, в принципе, осталось без изменений по поводу подарков. Я конкретно прям четкий, четкий прям гайдик рассказал. Как раз Монда в это время убивал. Плюс, что я сейчас сделал вчера на стриме, все-таки сделал Витсуса. Во-первых, 15 лоула. Во-вторых, сделал его, вообще его сделал. В-третьих, я его сделал одаренным. И теперь мои всякие монстры, монстрики, мои мобики, они будут спавниться намного быстрее. Я быстрее буду выполнять квесты. Потому что мне нужно вот этот выполнять квестик. И еще вот этот следующий. И, скорее всего, у меня тогда будет транслятор, чтобы тебе заюзать к синей пчеле. Да, кстати, в самом начале коды в описании к тесту. Если кто еще на тесте был, но еще коды не юзал. Юзните, вам дадут бесплатный транслятор. Можете сразу смело нести синий пчелы пчеле. И, в общем, выполнять ее квесты. А мне просто, ну, тогда еще не было вот этих вот заданий. Ну, пришлось задонатить палочника. Потому что это самое логичное... Самое логичное того... Нет. Логика была, что нужно было задонатить именно палочнику. Плюс еще, ему можно было бы заюзать и посмотреть, что же все-таки будет выпадать с палочника. С палочника, как оказалось, ничего не выпадает. И палочника, на самом деле, нет не передел. Кто не знает, у палочника на основном сервере сейчас до сих пор происходит косяк. Так, если у вас в амулете палочника, этот, вайт полей, то вайт полей не работает. То есть мы в белой пыльце, вот я сейчас в белой пыльце, я немножко просел из-за палочника. Палочник мой не работает как таковой. И когда он переделает, и после этого нужно будет выбивать новый амулет палочника, в общем, в общем, непонятно, когда это нужно будет делать. Но, в общем, пока палочник не переделан, все печально, все печально. Так, ладно, смотрим еще. Сейчас вот я последнего боссика-то поубиваю, хотя бы, хотя бы вам на этом, на стримчике смотри сколько. 25 тикетов, как вкусно и офигительно. Ой, классненько. Все, я все поуполнял, все, что можно. Все, всем спасибо, кто досмотрел до этой секундочки. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ну и всем, ребят, пока-пока.